Беседа восемьдесят шестая. «Иисус же ста пред Игемоном. И вопроси его Игемон глаголя, Ты ли еси царь иудейский? Иисус же рече ему, Ты глаголише. И егда нань глаголоху архиереи и старцы, Нечесо же отвеща ваше». Глава двадцать седьмая, стихи одиннадцатый и двенадцатый. 1. Видишь ли, как прежде всего подвергают исследованию то, что особенно всегда смущало иудеев? Так как они видели, что Пилат не обращает никакого внимания на дела закона, то обращаются к обвинению в гражданском преступлении. Так поступали они и с апостолами. Тоже всегда выставляли на вид и говорили, что галилеяне ходят повсюду и проповедуют некоего царя Иисуса, как бы о простом каком человеке упоминали они об Иисусе и старались возбудить против него подозрения в замыслах властолюбия. Отсюда видно, что и раздирание Иисус и ужас первосвященника были одно притворство. Все вели они и направляли к тому, чтобы подвергнуть его смерти. Итак, вот о чем вопросил Пилат. Что же отвечает Христос? Ты, глаголише, он исповедует себя царем, но царем небесным. Так он и в другом месте яснее сказал, когда отвечал Пилату, «Мое царство несть от мира сего». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36, «И это для того, чтобы ни Иудеи, ни Пилат, обвинявшие его за объявление себя царем, не имели оправдания». И приводит непререкаемую причину этому, говоря, «Аще бы от мира сего было, слуги мои убо подвязались, а быше да не предан бы их был». Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 36. Вот почему, чтобы отклонить от себя такое подозрение, он платил и сам дань, и другим повелел платить. И когда хотели его сделать царем, он удалился. Почему же, скажешь, не обнаружил он этого, когда обвиняли его в замыслах властолюбие? Потому что они, имея в делах его бесчисленные доказательства его силы, кротости, смирения, сами себя ослепляли, замышляли злое и учиняли беззаконный суд. Поэтому он ни на что не отвечает, но молчит. А для того, чтобы постоянным молчанием не навлечь на себя укоризны в гордости, отвечает кратко, как, например, когда заклинал архиерей, когда вопрошал егемон. На клеветы же их не отвечал ничего, так как не намерен был убеждать их. Об этом и пророк, предсказывая, говорил «в осмирении его, суд его взяться». Книга пророка Исаии, глава 53, стих 8. Егемон дивился этому. Да и надобно было удивляться, видя такую кротость и молчаливость в том, кто мог сказать весьма многое. Сами они обвиняли его не потому, что сознавали в нем что-нибудь худое, но по одной зависти. И ненависти. В самом деле, когда и выставленные ими лжесвидетели не нашлись, что сказать, зачем было еще настаивать? Для чего, видя, как Иуда погиб, и Пилат умыл руки, не сокрушились они сердцем? Так много и тогда он сделал для того, чтобы привести их к раскаянию, но они не сделались от того лучшими. Что же Пилат? Пилат хотел освободить его, если бы он стал защищать себя, а потому и сказал это. Когда же Иисус ничего не отвечал, он вымышляет другое средство. Какое же? У них был обычай отпускать одного из виновных. Этим-то средством Пилат и попытался освободить его. Если вы не хотите, сказал он, отпустить его, как невинного, то отпустите, хотя как виновного, для праздника. Видишь ли извращение порядка? Обычай был такой, чтобы народ просил об осужденных, а Егемон должен был отпускать. Теперь же происходит наоборот. Егемон просит об этом народ, и, однако, они не укращаются, а еще более свирепеют и подымают крик, неистовствуя от зависти. Они ничего не могли сказать в обвинении его, несмотря даже на то, что он молчал. Так много было доказательств правоты Христа, что они изобличались и при молчании его. Молчавший побеждал безумолку говоривших и неистовствовавших. Сидящу же ему на судище, посла к нему жена его глаголюще, ничтожи тебе и праведнику тому, много бы по страдах днесь во сне его ради. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 19. Смотри, вот и еще обстоятельства, которое могло всех их отвлечь от их намерения. После доказательств, заключавшихся в делах, немаловажная вещь была и сон. Но почему же не сам Пилат видит его? Или потому, что жена была более достойна его? Или потому, что если бы видел он, то не поверил бы ему и даже, быть может, не сказал бы о нем. Поэтому так и устрояется, что видит этот сон жена, чтобы это сделалось известным для всех. И не просто видит она сон, но и страдает много, чтобы муж, хотя из сострадания к жене, помедлил совершать убийство. Тому же содействовало и самое время. Она видела в ту же ночь сон. Но для него, скажут, небезопасно было отпустить Иисуса, так как говорили, что он творит себя царем. Поэтому следовало потребовать и рассмотреть доказательства, улики, все признаки властолюбия, какие только могли быть, например, не набирал ли он войско, не собирал ли денег, не заготовил ли оружие или не замышлял ли что-нибудь подобное. Но Пилат просто склоняется на их сторону, а потому Христос не оставляет безвинным и его. «Предав имя тебе, — говорит, — боли и грех имать». Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 11. Итак, слабость была причиной того, что он уступил и, бив бичами, предал. Он не имел мужества, был слаб. Архиереи же были злобны и лукавы. После того, как он нашел некоторый предлог, именно закон о празднике, повелевающий отпускать осужденного, что предпринимают против этого они? «Убедили народ, — сказано, — товаравву, и спросят». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 20. Второе. Видишь ли, с какой предусмотрительностью заботится он о том, чтобы избавить их от греха? И с какой тщательностью стараются они не оставить для себя и тени к своему оправданию? Что надлежало делать? Улеченного ли отпустить преступника или сомнительного? Если позволено было отпускать одного из улеченных преступников, то тем более сомнительного. И, конечно, Иисус не казался для них худшим явных человекоубийц. Евангелист не просто сказал имели разбойника, но разбойника известного, знаменитого по своим злодеяниям, совершившего бесчисленные убийства. И все-таки они предпочли его, спасителю вселенной, и не посовестились ни святого времени, ни законов человеколюбия, ни другого чего-либо подобного. Зависть совершенно ослепила их. Будучи сами злы, они развращали и народ, чтобы из-за обольщения его понесть тихчайшую казнь. Итак, когда просили они Варавву, то Пилат сказал, что сотворю Христу. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 22. Вопросом этим он опять хотел образумить их, предоставляя им свободу в выборе. Он хочет, чтобы они, хотя по чувству стыда, и спросили Иисуса, и таким образом все стало бы делом их великодушия. Если бы сказал он, что Иисус ни в чем не согрешил, то вызвал бы в них только большее упорство. Когда же просил спасти его по чувству человеколюбия, то против этой просьбы и убеждения нечего было прикословить им. Но они, несмотря и на это, говорили, распни его. Он же рече, кое убы зло сотвори, они же из лихого пияху да пропят будет. Видев же, яко ничтоже успевает, умы рутся, глаголя «не повинен есм». Евангелие от Матфея, глава 27, стихи с 22 по 24. «Зачем же предаешь? Почему не исхитил его, как Павла, сотник? И этот знал также, что он угодил бы иудеям. И из-за Павла было возмущение и смятение, и однако он мужественно стал против всего». Но Пилат действует весьма малодушно, слабо. Все провинились. Ни Пилат не восстал против черни, ни чернь против иудеев. И никому из них нет ниоткуда оправдания. Они из лихого пияху, то есть еще более кричали «Да пропят будет!» Хотели не только убить, но и убить, как за худое. И когда судья противился, они только упорствовали, крича «Одно и то же!» Видишь ли, сколько сделал Христос для того, чтобы приобрести их. Как Иуду часто отклонял он от его намерения, так удерживал и этих, и во все время благовествования своего, и во время самого суда. В самом деле, когда они видели, что Игемон, судья, умывает руки и говорит «Неповинен, если от крови сего», то и слова, и дела убеждали их к раскаянию. Равно как и тогда, когда Иуда удавился, и сам Пилат увещевал их взять на казнь другого вместо Иисуса, когда обвинявший и предавший его осуждает сам себя, и тот, который должен произносить решение, снимает с себя ответственность, и видение является в ту же ночь, и Пилат просит у них его как усужденного, то как могут они оправдаться? Если они не хотели объявить его невинным, то не надлежало, по крайней мере, предпочесть ему разбойника, отъявленного и весьма известного. Что же они, когда увидели, что судья умывает руки и говорит «Неповинен, если, кричали, кровь его на нас и на чадих наших»? Евангелие от Матфея, глава 27, стих 25. И тогда уже, как они сами произнесли на себя определение, он дозволил им все. «Смотри же, сколь велико и здесь их безумие. Такова ярость, такова злая страсть. Она не позволяет видеть то, что должно видеть. Пусть так, что вы самих себя прокляли, для чего навлекаете проклятие и на детей». Впрочем, человеколюбивый Господь, хотя они и неистовствовали так безумно против себя и детей, не подтвердил согласием этого приговора не только по отношению к детям, но и по отношению к ним самим. Но даже и из них самих принял покаявшихся и удостоил бесчисленных благ. И Павел был из числа их, и многие тысячи уверовавших в Иерусалиме. «Видишь и лебо, братья», — говорил Иаков, «кали-ка тем есть иудеи веровавших». Деяния апостолов, глава 21, стих 20, были также из этих. «Если же некоторые остались, то себе самим должны вменить мучения, их ожидающие. Тогда отпусти им в Аравву, Иисуса же бив, предаде, да Его пропнут». Евангелие от Матфея, глава 27, стих 26. «Для чего же бил? Или как осужденного? Или чтобы дать вид суда? Или чтобы угодить иудеям?» Во всяком случае, надлежало сопротивляться. И прежде этого Он сказал, «Возьмите Его вы и по закону вашему судите Ему» Евангелие от Иоанна, глава 18, стих 31. «Да и много было такого, что могло остановить и Его, и иудеев. Именно и знамения, и чудеса, и великое незлобие страдальца, и особенно неизреченное Его молчание. Если Он, и защитую Себя, и молитвую, показывал, что Он человек, то с другой стороны Своим молчанием и презрением к их словам обнаруживал Своё величие и высокое достоинство всем этим, заставляя их удивляться Себе. Но ничто не подействовало на них». Третье. «Так-то, когда как бы опьянением разум бывает объят, какую-нибудь безумную страстью, то трудно уже прийти в настоящее своё положение, разве только падающая душа имеет особенное мужество. Худое, очень худое дело поддаваться подобным худым страстям, а потому надлежит всячески отражать их, и возбранять им вход. Они, как скоро займут душу и станут обладать ею, то как огонь, падающий на сухие дрова, возжигают в ней страшный пламень. Поэтому молю вас, употребляйте всё, чтобы заградить им вход, и не давайте места какому бы то ни было злу, успокаивая себя душепагубным рассуждением, что за важность в том или в этом. Отсюда-то рождаются бесчисленные роды зол. Коварный дьявол употребляет большие хитрости и насилие и послабление к погибели человека и начинает действия свои с малого. «Смотри, хотел он довести Саула до того, чтобы тот пошёл слушать болтовню чрева волшебницы? Если бы он вначале стал внушать это Саулу, то Саул, конечно, не послушал бы его, как в самом деле послушал бы тот, кто сам преследовал волхование. Поэтому он неприметно и мало-помалу приводит его к тому, и, во-первых, когда прислушал Саул Самуила и в отсутствие его дерзнул принесть все сожжения, то, будучи обвиняем, говорит, что большая нужда настояла со стороны врагов. И в то время, как должен был рыдать, оставался спокоен, как бы ничего не сделал. Потом Бог повелел истребить Амаликитян, но он и этого не исполнил. Далее следовали злые умышления его против Давида, и таким образом неприметно и мало-помалу поскользаясь, он не мог уже остановиться, пока, наконец, не вверг себя в самую бездну погибели. Так случилось и с Каином. Дьявол не тотчас увлек его на убийство брата, так как он и не успел бы убедить его. Но, во-первых, склоняет его принесть в жертву худшее, внушая ему, что в этом нет греха. Во-вторых, возжег в нем ненависть и зависть, уверяя, что ничего и в этом нет. В-третьих, убедил умертвить брата и запираться пред Богом в гнусном смертоубийстве. И не прежде отступил от него, пока не довел до крайнего зла. Итак, надобно отражать зло в начале. Даже и в том случае, если бы первые преступления и не влекли за собой дальнейших, и тогда нельзя пренебрегать ими. Между тем, они доходят и до большего, когда душа вознеродит. Поэтому нужно употреблять все средства, чтобы истреблять пороки в самом начале. Не смотри на то, что грех сам по себе мал, но помни, что он бывает корнем великого зла, когда вознеродят о нем. Сказать ли тебе достойное удивление? Не столько требуют тщания и трудов большие грехи, сколько, напротив, малые и незначительные. Отвращаться первых заставляет самое свойство греха, а малые потому самому, что малы располагают на скленности и не позволяют мужественно восстать на истребление их, а потому они скоро и делаются великими, если мы спим. Так обычно бывает и с телом, так и в Иуде родилось это великое зло. Если бы он не думал, что будто бы неважное дело красть имущество бедных, то, конечно, не впал бы и в грех предательства. Также, если бы иудеям не представлялось маловажным то, что они пленены тщеславием, то, конечно, не дошли бы до христоубийства, да и всякое зло обыкновенно совершается так. Ведь никто не впадает в нечестие скоро и вдруг. В душе нашей несомненно есть некоторый прирожденный стыд греха и уважение к добру и невозможно ей вдруг дойти до такого бесстыдства, чтобы отринуть все за раз. Напротив, она не сходит до крайней погибели неприметно, мало по малу, когда вознеродит. Так вошло в мир идолопоклонства, когда стали выше меры чтить людей как живых, так и умерших. Так же стали поклоняться извоянным. Так наконец усилилось блудодейство и другие пороки. Смотри так же. Один безвременно посмеялся, другой укорил, иной отринул страх, говоря, это ничего, что за важность посмеяться, что от этого может произойти. От этого происходят пустые разговоры, отсюда срамословие, а потом позорные поступки. Еще иной, когда его упрекают, что он поносит ближнего, насмехается и злословит, презирает это и говорит, что злословить другого ничего еще не значит. На самом же деле отсюда рождается безмерная ненависть, непримиримая вражда, бесконечные укоризны, а от укоризн драки, а от драк часто и убийства. Четвертое. Итак, этот лукавый демон от малого доводит до большого, а от большого доводит до отчаяния, изобретая таким образом другой способ, не менее пагубный. Подлинно не столько губит грех, сколько отчаяние. Согрешивший, если будет бодрствовать, покаянием скоро исправляет свой проступок, а кто отчаивается и не кается, тот потому и остается без исправления, что не употребил врачевства покаяния. Есть еще и третья, самая опасная хитрость у дьявола, именно когда он облекает грех личиною благочестия. Но где же, скажешь, можно видеть, чтобы дьявол настолько усиливался, чтобы и до этого доходил в своих обманах? Слушай и остерегайся его замыслов. Христос повелел через Павла первое послание к Коринфянам глава седьмая, чтобы жена не отлучалась мужа и чтобы не лишали друг друга, разве по согласию? Но некоторые, по любви к воздержанию, оставив мужей своих, как будто бы в самом деле это было дело благочестия, ввергли их в прелюбодеяние. Итак, подумай, какое это несчастье, что понесшие столько труда обвиняются, как будто учинившие великое зло, и как сами подвергаются крайнему наказанию, так и сожительствовавших с ними повергают в бездну погибели. Еще иные, воздерживаясь по заповеди поста от пищи, мало-помалу дошли до того, что гнушаются пищею, а это приносит им величайшее наказание. То же бывает, когда свои предвзятые мнения оправдывают вопреки смыслу Писания. Некоторые из Коринфян думали, что вкушать все безразличие, даже и запрещенное означает совершенство, первое послание к Коринфянам, глава восьмая, но это было делом не совершенства, а крайнего заблуждения. Поэтому и Павел сильно запрещает им это и говорит, что они подлежат за это крайнему наказанию. Другие еще думают, что убирать волосы на голове означает благочестие. Напротив, и это запрещено, и есть дело очень постыдное. Иным опять кажется, что они получат великую пользу, если безмерно станут скорбеть о грехах, но и это относится к умыслам дьявольским, как показал на себе Иуда, который оттого и удавился. Поэтому и Павел боялся, как бы не потерпел чего подобного соблудивший, и увещевал Коринфян скорее простить его. Да никак и многую скорбию пожертв будет таковой. Второе послание Коринфянам, глава 2, стих 7. Потому, показывая, что это есть одна из сетей дьявола, говорит, да не обидими будем от сатаны, не неразумеваем бо умышлений его. Второе послание Коринфянам, глава 2, стих 11. То есть, что он приступает к нам с великою хитростью. В самом деле, если бы он ратовал явно, то легко и удобно было бы побеждать его. Но нам легко будет и ныне победить его, если будем бодрствовать. Против всех этих коварств Бог снабдил нас оружием. Слушай, что говорит он, желая убедить нас, чтобы мы не пренебрегали ничем малым. И же речет брату своему уроди повинен есть гиенне. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 22. И тот, кто смотрит похотливыми глазами, совершенный есть прелюбодей. Так же и смеющихся называет несчастными. И везде истребляет начатки и семена зла и говорит, что и за праздное слово отдадим ответ. Вот почему и Иов очищал даже и помышления детей своих. Книга Иова, глава 1, стих 5. А о том, что не надо отчаиваться, так говорит Писание, еда падая не востоет или отвращаясь не обратиться, книга пророка Иеремии, глава 8, стих 4. И еще «Хотением не хащу смерти грешника, но еже обратитеся ему и живу быти» книга пророка Иезекииля, глава 18, стих 23. Также «Днесь още глаз его услышите» Псалом 94. И много других подобных слов и примеров находится в Писании. А о том, чтобы нам не погибнуть под видом благочестия, послушай, что говорит Павел. Да никак и многую скорбию пожертв будет таковы. Второе послание Коринфянам, глава 2, стих 7. Зная же это, оградим себя от всех путей гибельных для беззаботливых знанием Писания. Не говори, что в том, если я пристально посмотрю на красивую женщину, если ты в сердце учинишь прелюбодеяние, то скоро осмелишься сделать это и плотью. Не говори, что в том, если я пройду мимо этого нищего. Если ты пройдешь мимо него, то пройдешь и мимо другого, а после этого и третьего. И опять не говори, что и в том, если пожелаю собственности ближнего, это-то именно, и погубило Ахава, хотя он и цену давал, но брал против желания владевшего. Третья книга царств, глава 21. Покупающий не должен делать насилие, а должен убеждать, если же тот, кто давал надлежащую цену, так осужден был за то, только что взял против согласия другого, то какого наказания достоин тот, кто не только делает это, но похищает насильственно и притом живя под благодатью. Итак, чтобы не понести нам наказание, будем блюсти себя чистыми от всякого насилия и хищничества, будем оберегать себя не только от грехов, но и от их начатков и со всем тщанием возревнуем о добродетели. Таким образом, мы насладимся и вечных благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава во веки веков. Аминь.